Шалом, драгоценные! И сегодня опять я с вами. Сегодня у нас урок. И начать этот урок хочется с Нового Завета, с послания римлянам 11 главы. Итак, 17 стих говорит. Но если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, был привит посреди них и стал наравне с ними пользоваться богатством корня маслины, то не хвались, словно ты лучше остальных ветвей. Однако, если хвалишься, помни, что не ты поддерживаешь корень, а корень поддерживает тебя. И здесь очень важно, особенно для нас, мессианских иудеев, понимать, что же такое корень, где корни нашей веры, в чём они заключаются и, по сути, как они действительно важны для понимания нашей веры, укрепления нашей веры, углубления нашей веры. Потому что мы прекрасно понимаем, что всё дерево держится на корне. И как раз-таки одним из этих, или основным из этих корней является очень такая скандальная и очень многообсуждаемая глава, как Исайя 53. И поэтому мы сегодня будем говорить о том месте, в котором говорится об искуплении в этой главе и, по сути, о том, как это влияет на нашу веру, веру мессианских верующих. Итак, Исайя 53, как вы понимаете, это разделение, оно условное. И поэтому хотелось бы начать со всего того отрывка, который посвящается теме, теме раба Господня. И начинается он с 52 главы 13 стиха. Я вам дам текст сам по тому, как он описан у Масада Равкука. Итак, Исайя 52 глава. Вот преуспевать будет раб мой, поднимется и вознесется, и возвысится чрезвычайно. Как многие изумлялись, глядя на тебя, ибо обезображен был лик его, как ни у кого и образ его, ни как у сынов человеческих. Так приведет он в изумление многие народы. Цари закроют уста свои, ибо то, о чем не было рассказано им, узрят, и то, о чем не слыхали, увидят. Кто поверил бы слуху, дошедшему до нас, и мышца Господня на ком явилась? И взошел он, как росток, и как корень, пророс из почвы сухой. На виду не виду в нем ни красоты, и видели мы его, но не таков был образ его, чтобы прельститься им. Он презираем был и отвергнут людьми, страдалец, изведавший болезнь. И как бы отвращая от себя лица, презираем был, и мы не почитали его. Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он. А мы считали, что он поражаем, побиваем Богом и истязаем. И он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими, наказание за благополучие наше на нем. И ранами его исцеляемся мы. Все мы, как овцы, блуждали, повергнув на дорогу свою. И Господь возложил на него грех всех нас. «Притеснен и измучен он был, и не открывал рта своего, как овца, ведомая на заклане, и как овца безгласная, предстригущими ее, и не открывал рта своего. Из заключения и от наказания взят он был. И кто расскажет о случившемся с поколением его? Ибо отрезан он был от страны живых. За греховность народа моего, поражение ему. И дана была с грешниками могила ему, и с богатыми при смерти его. Хотя не совершал он насилия, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было сокрушить его болезнями. Если сделает душу свою жертвой повинности, увидит он потомство, продлит дни свои, и желание Господа в руке его осуществиться. За труд души своей увидит добро, насладится мудростью своей, «Оправдал праведника раб мой пред многими, и грех их он понес. Поэтому я дам ему удел среди великих, и с сильными будет делить добычу. За то, что рисковал жизнью своей, и к преступникам причислен был. И грех многих нес он, и за преступных вступался». Возможно, сейчас вы видите, что этот текст, который я прочитал, не совсем соответствует тому тексту, к которому привыкли вы. И действительно, можно увидеть многие разные обороты речи именно в этом отрывке. Но это тоже то, что есть. И сегодня в процессе урока мы будем говорить о некоторых нюансах того, и по сути говорить о том, почему именно такой имеет место быть отрывок, а не тот, к которому многие привыкли, и особенно в христианских разных динаминациях. Итак, мы видим, что мы видим в этом отрывке. Мы видим в центре внимания чудесное возвышение раба после того, как он был унижен, поражен и претерпел страдания. Эта идея ясно выражена в тех фрагментах, в которых звучит голос самого Господа, и в центральной части, где автор повествует о судьбе раба. Повествование сводится к контрастному противопоставлению двух ситуаций – прошлого и настоящего будущего положения раба, а также отношения к нему со стороны окружающих и самого автора в том числе. Так из содержания текста четко видно, что изначально тот факт, что раб был поражен Господом, был воспринят и истолкован обществом, как наказание раба именно за совершенные им грехи. Впоследствии же мы видим по тексту, что это мнение было переосмыслено и кардинально изменилось. То наказание, которое понес раб Господень, стало расцениваться как наказание за грехи других или же всего общества. Мы попытаемся проанализировать содержание этого текста, выделив и рассмотрев наиболее значимые мотивы и образы в рамках той темы, которую мы рассматриваем. И, в принципе, такой метод кажется довольно уместным и соответствующим поставленной задаче, поскольку он позволяет обнаружить скрытые параллели и аллюзии на другие книги Танаха. Итак, смотрите, первое, что, как мы уже говорили, мы видим болезнь, мы видим мотив этой болезни. И в данной ситуации по лексике, которой описываются страдания муки раба, не всегда можно понять, что имеется в виду, какие именно страдания имеются в виду, вызваны ли эти страдания болезнью или насилием со стороны окружающих. Впервые мы встречаем описание, вероятно, отсылающее нас к болезни раба. Это 53, 2 стих и 52, 14b. Если учесть вот эти моменты. И действительно, как бы мы понимаем, какие именно это моменты. 53, 2 он говорит, да, и взошел Израиль, как ростокий, как корень пророс из почвы сухой, ни виду в нем, ни красоты. И видели мы его, но не такого образа его, чтобы прельститься им. Второе, да, как многие изумлялись, глядя на тебя, ибо обезображен был лик его, как ни у кого, и образ его не как у сынов человеческих. И вот здесь действительно, вот то, что говорится, поднялся как росток, да, это первая метафора, словно росток, словно растение, корень, да, шереш, из сухой земли. И это может характеризовать и как внешность самого раба, болезненную, словно у растения, выросшего в пустыне. Радак, комментируя этот момент, он говорит, и взошел, как побег, подобно его побеге, когда от корня на земле засушливой взойдет побег, он не отличается ни стройностью, ни великолепием. Таким был и он. Корень из сухой земли может символизировать невзрачный вид раба, который не обладал ни физической красотой, ни сверхъестественной силой, как Самсон, например, да, незнатным происхождением. И мы знаем такого, о котором говорили, не плотников ли он сын, спрашивали люди. Кто из людей целенаправленно интересуется корнем, поднимающимся или выглядывающим из земли на поверхность? Обычно мы привыкли смотреть на верх растения, на те плоды, которые дает это растение. А корень, он действительно невзрачный и особо не привлекает нашего внимания. Все внимание действительно обращено к роне дерева. Именно с нее ожидают получить плоды. Но корень живой, когда он живой, почувствовав воду, становится источником жизни новой, на том месте, где раньше ее не было. Этой жизни не было потому, что все вокруг пересохло. Пустыня всегда выглядит мертвой. И интересно, есть параллель Висайи, 37 глава, 31 стих. «И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху». Действительно, с одной стороны, это может быть простота внешнего вида. Но с другой стороны, это может быть еще и то, как мы говорили, описание его безобразия или какой-то болезни. Вот то, о чем мы говорили, изумлялись, глядя на тебя, ибо обезображен был лик твой. И здесь мы можем действительно увидеть очень большие параллели или аналогии, описанные в псалмах, в которых содержится мольба и благодарение за избавление болезни. А также в книге Иова и даже в буквальном параллелизме в описании пораженного проказа тела в самом же Ишаягу Исаии, 1 глава, 5-6 стихи. Поведение и отношение к рабу со стороны общества это тоже еще один такая монетка в копилку того, что это можно трактовать как поражение проказой. Это иллюстрирует распространенное представление, подкрепленное религиозными предписаниями, согласно которым болезнь связана с социальной изоляцией. Это Псалом 31-12, 88-9, 19-й стих, Иова 30-я глава 10-й стих. То, что болезнь, которая была поражена именно проказа, предполагал даже уже Иероним. Итак, здесь нужно сделать оговорку, что проказа в библейских текстах на Древнем Востоке воспринималась не столько как болезнь, сколько как наказание Господне за совершенные грехи. И этот мотив заложен в основу сюжета книги Иова. Отсюда и презрительное отношение со стороны окружающих 53-3 и первоначальная интерпретация причины болезни раба окружающим обществом. Ему была выделена могила среди преступников и грешников, он был причислен к грешникам. Подобный метод диагностики можно свести к краткой формуле. Несчастье и болезнь признаки моральной несостоятельности. Исходя из этого автор на первом этапе пришел к выводу, что страдания раба были следствием его собственной порочности. Осуждение выражено усилено в трехчастном повторении 53-4. Мы видим о том, что он говорит, что он поражаем, побиваем и истязаем Господом. Итак, в данной ситуации мы рассмотрели мотивы болезни, но при этом мы говорили о том, что здесь очень сильно присутствует мотив мученичества и насильственной смерти. Рассмотрим, каким образом данный момент здесь раскрывается. В первую очередь обращает на себя внимание упоминание ран или хабура. На это не является таким бесспорным указанием на то, что речь относится к ранам, нанесенными людьми. И на то есть очень много сравнений в Танахе. И, кроме того, действительно, это может быть еще и как проявление разных последствий или результатов болезней. Поэтому в данной ситуации, когда мы подходим именно к мотиву мученичества и насильственной смерти, то интересная будет такая ссылка на Еремию 11 глава 19-20 стих, в которой мы можем увидеть довольно очень интересную параллель с Исайя 53-7. О чем здесь мы говорим? «Притеснен и измучен он был и не открывал рта своего, как овца или как овен в некоторых переводах, ведомый на заклане и как овца безгласная предстригущими ее и не открывал рта своего». Довольно интересную параллель мы видим в Еремии 11 главе. «А я был как послушный агнец, которого ведут на заклание, и я не знал, что они замышляли злодеяния против меня. Положим дерево ядовитое в пищу его и истребим его из страны живых, чтобы не вспоминали более имени его. Но Господь свод, судья праведный, испытывающий почки и сердца, дай увидеть мест над ними, ибо тебе открыл я тяжбу свою». Вот такой стих. Мы здесь действительно видим параллель с агнцем, мы здесь видим параллель с страной живых. И действительно вот эти параллели, они нам дают очень интересное переосмысление именно в таком угрозе жизни пророка. И при этом эта угроза, если в случае с Еремией мы видим, что она не была использована и мы видим, как Господь вступается за него и по сути он избегает этой смерти, то в случае с рабом 53 главы Исаия мы здесь как раз таки это видим с точностью до наоборот. И здесь действительно 53.8 говорится, хотя оно тоже неоднозначно и мы будем об этом немножко говорить 53.8 сам текст этот не совсем однозначный он был взят от принуждения и суда и он был отрезан от земли живых. Несмотря на то, как по-разному переводят и интерпретируют это словосочетание в конечном итоге общий смысл этого словосочетания в большинстве случаев сводится или к несправедливому приговору вынесенному бездолжного судебного процесса или просто к тюремному заключению и судебному процессу. Глагол лаках был взят может иметь при этом и более широкое значение быть забранным относящийся в общем случае к концу жизни раба. Можно как аналогию привести бытие или барашит 5.24 и ходил Генах перед Богом и не стало его потому что Бог взял то же самое слово лаках его. Еще один намек на смерть раба можно усмотреть в стихе 12 Еремии где извиняюсь Исаии где использовано словосочетание он пролил свою жизнь как кровь. пролить свою кровь дословно умереть кроме всего прочего в тексте есть упоминание о захоронении раба о котором мы будем еще говорить причем среди преступников и нечистилцев это 53.9 которое следует сразу за описанием того как он закончил свою жизнь да это все нас подводит очень так четко и прямолинейно вот к такой насильственной смерти в раба божьего да который пострадал пострадал за что-то хотя как говорится текст пророчества он зачастую не настолько однозначен и не настолько прямолинейный поэтому вот данные стихи которые мы говорим 53.7 53.8 53.9 и даже 53.12 можно рассматривать совершенно в другом контексте этот контекст не смерти раба а угрозы смерти раба как пример в некоторых псалмах звучит вот точно такая же тема по сути даже описанная подобными словами псалом 21 тегелим 22.15 говорится я пролился как вода кости мои рассыпались сердце мое сделалось как воск растаяло посреди внутренности моей ибо душа моя насытилась бедствиями жизнь приблизилась к преисподней я сравнялся с нисходящими в могилу я стал как человек без силы между мертвыми брошенный как убитые лежащие во гробе о которых ты уже не вспоминаешь и которые от руки твоей отринуты автор описывая вот эту ситуацию а именно тяжелую болезнь которой он болеет или другое свое бедственное состояние использует язык который при буквальном прочтении мог бы обозначить что он действительно умер и подобный язык используется в 53 главе Исаии 7 по 9 стихи говоря о мучениях которые претерпел раб и даже выражение был взят и отрезан от земли жизни могут относиться всего-навсего к заключению в тюрьму приготовлению могилы не к настоящему захоронению а к ожиданию смерти от рук врага словосочетание пролил свою кровь стихи 12 также может значить что раб рисковал своей жизнью а не умер не менее существенно что и сам текст содержит ряд противоречий которые лежат на поверхности в тексте говорится о будущем возвышении раба о том что он увидит свое потомство продлит свои дни и воплотит через себя замысел господень о том что его душа увидит свет и будет удовлетворена и наконец о том что господь одарит его вместе с великими поэтому я дам ему часть между великими для нас верующих нового завета не составляет особого проблемы или труда увидеть большие параллели в этих местах писания но если мы будем говорить по тексту и объяснять все эти противоречия в рамках нашего урока то у нас просто не хватит времени но если вам будет интересно мы можем в дальнейшем рассмотреть эти темы но сейчас я хотел бы подойти к той основной идее то есть мы рассмотрели состояние его болезни или источник болезни раба мы рассмотрели его раны которые могли у него быть появиться и те страдания которые этот раб претерпел и сейчас мы подходим действительно к тому центральному месту нашего урока а именно мотиву искупительной жертвы и несения коллективного греха потому что это действительно является довольно интересным и необычным в самом тексте в самой в самом танахе и вообще в самой концепции божьих взаимоотношений со своим избранным народом итак мы видим четыре места в этом тексте которые явно указывают на определенное противостояние противопоставление извиняюсь он и мы единичное общее итак какие эти четыре места это четвертый стих это пятый стих это шестой стих б вторая часть его восьмой стих десятый стих а и двенадцатый стих то есть намного больше чем четыре шесть если быть конкретным итак смотрите в первом случае но болезни наши переносил он и боли наши терпел он а мы считали что он поражаем побиваем богом и истязаем пятый стих и он изранен преступлениями пэша нашими сокрушен грехами а вон нашими наказание за благополучие наше на нем и ранами его исцеляемся мы шестой стих окончания и господь возложил на него грех а вон всех нас из заключения восьмой стих из заключения от наказания взят он был и кто расскажет о случившемся с поколением его ибо отрезан он был от страны живых за греховность пэша народа моего поражение ему десятый стих начало стиха но господу уготовано было сокрушить его болезнями двенадцатый стих поэтому я дам ему удел среди великих и с сильными будет делить добычу за то что рисковал жизнью своей другой перевод говорит предал душу свою насмерть и к преступникам причислен был и грех а вон многих нес он и за преступных вступался при этом так и не говорится по собственной как бы прямо мы не видим в тексте добровольно ли это было или это он сам себе так решил сделать да но мы будем говорить об этом что действительно это было все от господа и все что он исполнял все что он делал это были прямые указания от господа но на что хотелось бы обратить ваше внимание это на то что в еврейском танахическом и юридическом языках используются три слова обозначающих или выражающих понятие грех это хет это овон и это пэша и если мы посмотрим даже на саму динамику развития этого слова или употребление этого слова в танахе начиная еще с тор начиная еще с книги бытие то мы увидим довольно интересные моменты первое что у адама и евы и это называется еще хет или хатат как сказано в случае с каином дальше по мере нарастания греха вводится понятие овон уже с 15 главы книги бытия понятие пэша впервые звучит из уст братьев иосифа это 50 глава книги бытия они просят иосифа о прощении они просят иосифа о милости после смерти отца потому что они боятся они думают что он будет им мстить за то что они ему сделали и они просят и дословно они называют свои действия пэша и хэт но к сожалению действительно как бы когда мы говорим о вине то это слово намного более такое многогранное чем просто русский перевод как вина все эти слова как мы уже читали пророк Исаия поочередно употребляет в своем пророчестве кроме них он использует еще и такие слова как болезни боль страдания суд тюрьма это обращение по сути ко всем поколениям верующих людей оно может означать что раб господень еще раз говорю оно может означать что раб господень совершил абсолютное искупление взяв на себя все виды и степени греха в любых его проявлениях и формах это пророчество говорит о полном искуплении без которого невозможно было бы рассчитывать на спасение не осталось ничего за что раб господень не внес бы плату своей крови но вот что уникально если изначально автором центральной части текста и обществом была принята концепция хорошо изложенная в книге Иова в соответствии с которой болезни и несчастья свидетельствуют о грехах совершенных именно самим этим человеком да мы помним как пришли вот эти друзья Иова и они все пытались доискаться в чем же этот грех за который Бог так сильно наказывает Иова но Иов знал что это нечто большее чем грех он понимал что здесь другая тайна находится и действительно мы видим что и в этом отрывке место писания Исаия 53 мы видим вот это переосмысление когда народ Божий он приходит к пониманию того что страдания раба они вовсе не связаны с его личными грехами происходит подобное переосмысление как произошло переосмысление у самого Иова автору текста как и автору книги Иова становится ясно что должно быть совершенно другое объяснение тому что с ним происходит этим объяснением в нашем случае становится идея о том что по какой-то загадочной причине Господь направил несчастья которые должны были коснуться всего общества на одного человека своего раба в данном случае используется образ и лексика жертвоприношения наиболее явным и значимым является то что раб использовал функцию подобную искупительной жертве жертве повинности 53 10 или ашам согласно ритуальному предписанию ашам это животное без недостатков агнец или коза принесенная в жертву в качестве искупления за определенные виды как преднамеренных так и непреднамеренных грехов и мы можем о ней прочитать в книге левитов 5 главе с 1 по 26 стих стихи стихи 7 глава 2 стих 14 глава 24 стих учитывая мнение которое не может быть доказано она принимается большинством что речь идет о проказе то можно еще и говорить о том что ашам является частью неотъемлемой частью лечения от кожных заболеваний она упоминается в левитов 14 главе 12 стих автор текста не проводит аналогию формальных терминах и не разбирает ее детально но дает нам намеки используя образы овцы ведомой на заклане это 53 7 б и пролитой крови и если кому интересно можете сравнить псалом 140 в 140 8 стих или это тегелим 141 8 тот же глагол ара нефеш не отринь души моей утверждение о том что раб нес на себе грехи общества также перекликается с еще одним описанием ритуала искупления или козла отпущения которые мы изучаем и читаем в левит 16 главе в котором одно из двух животных приносится в жертву как искупительная жертва жертва за грех хатат а другое несет на себя все беззакония общества единолично то есть мы видим здесь заместительную жертву при этом мы встречаем здесь словосочетание которое нам уже знакомо отошлет в землю непроходимую пустыню напоминающую о том что раб был отрезан от страны живых 53 глава Исаии 8 б между тем аналогия между рабом господним и жертвенным животным кажется крайне крайне странной и неожиданной в свете категорических запретов человеческих жертвоприношений в Танахе есть очень большой перечень мест Писания где конкретно и прямо говорится о запрете подобных жертв то что страдание и насильственная смерть возможно является ценой которую приходится платить за несение пророческой миссии засвидетельствовано в библейских текстах но идея о том что они могут оказывать положительное воздействие на окружающих что пророк может как бы замещать окружающих беря на себя последствия их грехов как это утверждается в истории раба оно не имеет прецедентов в Писании и это делает действительно довольно уникальным само это место как мы уже говорили как корня того что расцвело и дало свои плоды в брит сходоша новом завете но так или иначе все используемые мотивы служат для выражения главной идеи необычайное преображение раба господня поразившая автора текста и все общество в результате которого оскорбленный пораженный униженный и отвергнутый всеми раб господень вознесся и стал посредником между господом и обществом способным влиять на их взаимоотношения и так как мы видим и как мы понимаем действительно само пророчество оно не дает нам прямых таких указаний и оно не настолько четкое как нам бы хотелось да мы видим очень сильные и очень прямые намеки на то что мы находим в Ешоа Мессии в Новом Завете но при этом при этом нету действительно такой стопроцентной уверенности что это именно то и этим очень часто и очень сильно пользовались как еврейские толкователи этого местописания так и обратная сторона христианские и это то что ломало не одну сотню копий в истории развития как иудаизма так и христианства есть ли здесь еще какие-то параллели в религиозной литературе действительно есть в Талмуде есть трактат Санхидрин 97 лист Б о котором есть довольно таким интересная история на которой бы хотелось немножко сакцентировать внимание звучит она так раби Иошуа бен Леви который проживал 220-250 года нашей эры встретил Илью на горе где пещера раби Шимона бен Яхая то есть гробница он спросил его имею ли я часть в мире грядущем тот ответил если этот господин пожелает этого имеется ввиду если Шимон бен Яхай позволит ему иметь часть в грядущем мире раби Иошуа бен Леви сказал я видел двоих но я слышал голос третьего иначе говоря он стоял в гробнице Шимона бен Яхая но говорил с одним лишь Ильягу значит он и Ильягу это двое но он также слышал голос третьего то есть слышал голос Шимона бен Яхая говорящего из могилы тогда он спросил его то есть раби Иошуа бен Леви спросил Ильягу когда придет мессия Ильягу ответил пойди спроси его сам раби Иошуа бен Леви спросил где он сидит Ильягу ответил у входа как я узнаю его он сидит среди прокаженных и все они разматывают свои повязки разом и заматывают разом он же разматывает и заматывает каждую в отдельности и думая думая заматывает и разматывает повязки каждую в отдельности при этом думая когда я понадоблюсь когда наступит час моего явления как мессии чтобы мне не задерживаться заматывая несколько язв и так довольно интересный такой момент на котором следовало бы остановиться раби Иошуа отправляется к нему и приветствует его словами мир тебе господин и учитель мир тебе сын Леви ответил он господин когда ты придешь спросил он сегодня был ответ позже он вернулся к Ильягу и тот поинтересовался ну как там у тебя произошла встреча он говорит да я действительно его встретил да точно все как ты говорил я подошел к нему я ему сказал действительно шалом он мне тоже ответил то же самое что шалом тебе и в итоге как бы он говорит вот так видишь ты хотел знать будешь ли ты спасен будешь ли ты в грядущем мире уготовлено ли тебе место и действительно ты видишь этот ответ что и тебе и отцу твоему потому что он сказал шалом йоханан бен леви да то есть Егошуа бен леви и соответственно и ты и отец твой вы входите в грядущий мир вы будете спасены но тут же Егошуа ему и говорит он меня обманул почему он так посчитал потому что как бы он говорит он сказал мне что я приду сегодня но он не пришел я его ждал и действительно как бы здесь довольно интересный есть момент на эту идею да Йошуа бен леви просто уходит и не ждет ему и Ильяху ему объясняет дальше почему так произошло да можно себе представить эту ситуацию в том виде какая она могла бы быть сегодня то есть приходит еврей к другому еврею и говорит ему когда ты придешь при этом интересно что он ведет себя ну действительно как какой-то наглец он сразу видя его он сразу задает свой он даже не интересуется как твое здоровье как ты себя чувствуешь что вообще с тобой происходит может тебе чем-то помочь да то есть мы этого не он сразу ему задает прямой вопрос наглый вопрос когда ты придешь и услышал ответ сегодня он даже не ждет ответа продолжения этого ответа он просто бежит дальше домой готовится к встрече но естественно ничего не происходит почему не происходит да Ильягу дает ему ответ на этот вопрос и он довольно очень простой потому что написано вот что он сказал тебе говорит Ильягу сегодня если вы послушаете его голосом что очень четко перекликается с псалмом 94 7 стихом действительно когда мы видим этот момент когда вы услышите его голос да именно тогда он придет давайте разберемся с тем что сказал рабе Ильягу рабе Иошуа бен Леви он сказал что слова мессии о том что он придет сего дня или сегодня не означают конкретный сегодняшний день в смысле географическом историческом или действительно том как мы к нему привыкли как времени суток но он имел нечто более другое он придет сегодня если ты лично услышишь его голос иными словами если ты поверишь в мессию и будешь послушен ему тогда кажется тогда для тебя он действительно придет сегодня вот каково значение этой истории вот как разрешает Ильягу это кажущееся несоответствие то что кажется неправдой в глазах Иошуа бен Леви подобным же образом рассматривает этот псалом и новый завет Брит Хадаша 3 и 4 главы послания к евреям полностью построены как медраж толкования на псалом 94 автор послания к евреям говорит но увещевайте друг друга каждый день до тех пор пока говорится сегодня пока у вас есть время пока еще солнце восходит каждое утро и заходит каждый вечер пока еще существует время тогда вы должны увещевать друг друга и поправлять друг друга и помогать друг другу чтобы придя он не сказал бы нашему поколению он не сказал бы нашему поколению того что он сказал поколению в пустыне клянусь что вы не войдете в покой мой иначе говоря бог клянется не позволить поколению вышедшему из Египта войти в его покой поскольку они не признали его власть а в нашем случае это признание власти мессии его место в божьем плане спасения эта история очень важна имеет множество аспектов о которых нам нужно думать и думать и размышлять пока еще длится день прежде нежели наступила ночь как сказал Ешуа мы должны делать то дело на которое он послал нас интересно что в новом завете есть одно место которое указывает нам действительно напрямую что это действительно относится место к Ешуа Мессии и это место это деяние 8 глава с 26 по 35 стих и здесь очень прямо и просто говорится что в этом месте писания говорится о том что это и есть Ешуа Мессия который был тем кто упоминается в этой неделе в этой истории или в этом пророчестве Исаии 53 главы здесь очень ясно мы видим заместительное страдание заместительную смерть заместительное исцеление заместительную награду что является поразительным это что-то что Бог сделал именно для Израиля и через Израиль для всего мира интересный момент что действительно когда мы говорим в этом контексте можно увидеть что действительно Ешуа это делал для своего народа Ешуа это делал для того чтобы этот завет он был заключен с его народом и чтобы это потомство которое говорится было произрастало через его народ и это те корни которые мы находим в том что называется Новый Завет это то что расцветает в книге деяний и мы видим эти последствия к сожалению у нас мало времени мы заканчиваем наше размышление хотя бы есть еще много о чем поговорить но я хочу закончить цитатой Риста Сантаны который действительно видел и пытался в своей книге Мессия в Ветхом Завете объяснить и показать христианской церкви что действительно корни их веры они базируются на Танахе они базируются в том числе и на Исаии 53 вот что он писал хорошо известны еврейские писатели и прошу прощения в августе 1982 года Всемирная Лютеранская Федерация проводила консультации под названием важность иудаизма в жизни и миссии церкви на которой присутствовала сильная по своему составу еврейская группа представителей главной темой этих консультаций было отношение христиан к иудейскому наследию во время консультации было замечено услышьте это было замечено что все что уводит в сторону от иудейских корней обедняет понимание Библии и еще в общении с иудаизмом и еврейским народом церковь обретает более полное понимание своих собственных библейских корней такое открытие может существенно оживить веру во всех областях церковной жизни это полезно нам это полезно всем с иудаизмом Субтитры подогнал «Симон»